Первый том добротолюбия, страница 609, пункт 67, Писание Ивагрия Монаха. Сделавши над этим наблюдение, я нашел следующее. Когда какой-нибудь страсти по умыслу долгое время редко приходят к нам, а потом она вдруг нечаянно придет в движение и начнет жить, тогда, как мы никакого не подавали к тому поводу, с каким-либо нерадением, тогда ведайте, что за нас взялся злейший прежнего демон и, заняв место от бывшего, исполнил своим злом. Видя это ум, да прибегает к Господу и, восприявшем спасение, облегшись в броню правды, извлекший меч духовный, подняв щит веры и возревший на него со слезами, да говорит, Господи Иисусе Христе, сила спасения моего, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъять меня, будь мне в Бога-защитителе и в дом-прибежище, чтобы спасти меня. Особенно же, пощениями и бдениями пусть сделает блестящим меч свой. После этого, хоть и постраждет он еще несколько времени, боримый, осыпаемый разожженными стрелами лукаого, все же, наконец, и этот демон мало-помалу сделается таким же, каков был предшественник его, и стихнет, пока не прибудет еще иной излишей для замещения его. Нечистые помыслы часто расположаются и простираются на многие вещи. Переплывают великие моря, и долгие пути совершать не отказываются, движимые пламенеющие страстью. Но когда они несколько очищены, тогда не бывает гораздо стеснение этих необуздываемых. И не могут широко распростираться на многие вещи по причине слабости, страсти, почему движутся наиболее в кругу того, что естественно. И по премудрому Соломону время некое вне глумятся, собирая трости для беззаконного делания кирпича, не касаясь плевел. И так должно всяким хранением блюсти сердце, да спасется, как серна оттенет, и как птица от сети. Ибо легче нечистую очистить душу, нежели очистившуюся и опять покрывшуюся ранами, снова вызвать к здравию по причине усиленных преград от демона печали, всегда вскакивающего с зеницы очей и во время молитвы, выставляющего на вид идола греховной страсти. Разумное естество, умершленное грехом, Христос пробуждает к покаянию с озерцанием всех веков, то есть бывшего, бывающего и более имеющего быть. А отец его, эту душу, умирающую потом смертью Христовой, смертью и греху, воскрешает Бога ведением. Это и значат слова апостола. Если с ним умираем, то с ним и оживем. 70. Когда ум совлечется в ветхого человека и облечется в того, который от благодати, тогда и свое состояние узрит он во время молитвы, похожим на сапфир или цвет неба, что в Священном Писании называется местом Божиим, как его видели старцы на Синае. 71. Ум не узрит место Божие в себе, если не станет выше всех помышления о вещественном и тварном. Выше же их он не станет, если не совлечется страстей, связывающих его с предметами чувственными и расположающими помыслы о них. Страстей этих он совлечется посредством добродетелей, а простых помыслов посредством духовного созерцания. Но и это отложит, когда явится ему тот свет, который во время молитвы отпечатлевает место Божие. 2. Евагрия монаха о деятельной жизни 100 глав. 1. Христианство есть и прочее. 2. Говорил святой и опытнейший учитель наш, монах так должен быть настроен в себе, как бы завтра имел он умереть, и так опять поступать с телом своим, как бы имел жить многие лета. 3. Ибо то, говорит, пресекает помыслы уныния и делает монаха ревностейшим, а это здравым хранит тело и заставляет наблюдать всегда равное воздержание. Узнал я, что демон тщеславия почти всеми демонами гонимы, бесстыдно становится на трупах гонящих его и выставляет на показ монаху величие добродетели его. Может быть, после того, как все демоны, прогнанные и поражены, становятся на трупах их пораженных и прочее. 43. Надобно распознавать различия демонов и замечать времена их. Из помыслов познаем, а помыслы из дел, какие демоны редки, но тяжелы, какие постоянны, но легче, какие внезапно наскакивают и похищают ум на богохульство. Необходимо наблюдать и то, что когда помыслы начнут передвигать свои предметы, прежде чем выйдем из обычного своего состояния, успевать сказать что-нибудь против них и пометить того, кто присущ в них. Ибо таким образом и сами мы преуспеем с Божьей помощью и их заставим со скорбью отлетать, дивясь нам. Когда, борясь с монахами, демоны из немогут, тогда немного отдалясь, наблюдает, какая добродетель в этот промежуток будет пренебрежена. И внезапно, нападши на эту сторону, расхищают бедную душу. 45. Злые демоны иногда призывают к себе на помощь еще злейших себя демонов и, составив план, начинают воевать одни против других, в одном согласном и пребывая между собой, в погублении души. Да не смущает нас и да не пресекает нашего доброго ревнования демон, похищающий ум на богохульство и на те непотребнейшие воображения, которые и письмени предать стыжусь. Сердцеведец Бог знает, что даже и в мире, находясь, не безумствовали мы таким безумием. Целью этого демона заставить нас прекратить молитву, чтобы стояли мы перед Господом Богом нашим, не смея воздевать руки к тому, против которого допустили такие помыслы. Признаком страстей, действующих в душе, бывает или какое-либо произнесенное слово, или телом совершенное движение, из которых враги узнают, имеем ли мы внутри себя их помыслы и болим родами их или, отвергшие их, печемся о своем спасении. Один сотворший нас Бог знает все так и не имеет нужды в каких-нибудь видимых признаках, чтобы познать, что скрыто в сердце. С мирянами демоны ведут брань более посредством самых вещей, а с монахами большей частью посредством помыслов, потому что у них в пустыне нет вещей. Но чем легче и скорее можно согрешить мыслью, нежели делом, тем брань мысленная тяжелее той, которая ведется через посредство вещей. Ум есть нечто крайне быстродвижное и неудержимое, падкое на греховные воображения. Непрестанно работать, бодрствовать, не спать и поститься, не есть. Не заповедано нам, а молиться непрестанно, законоположено. Ибо те подвиги, обращенные на врачевание похотной части души, имеют нужду в теле, чтобы самим быть в действии. Тело же без поддержки непрестанно в труде и лишениях быть не может. А молитва очищает и делает мощным к борьбе ум, который создан молитвой и без этого тела, и воевать с демонами в защиту всех сил души. Когда демоны, воюющие против похотной части в сонных мечтаниях, показывают нам встречи со знаемыми, пирования с родными, хоры, жен и другое что подобное, чем обычно питается похоть, и мы увлекаемся тем, то значит мы болим этой части своей, и страсть эта в нас сильна. Но когда они обладают нашей раздражительной частью, то заставляют нас в мечтаниях сонных ходить по страшно обрывистым местам, наводят на нас людей вооруженных, или ядовитых змей, зверей плотоядных. Если теперь мы во сне мест всех ужасаемся, а зверми и людьми гонимы и предаемся бегству, то нам надо бы попищиться своей раздражительной части, призывая Христа Господа во время бдений пользоваться показанными прежде врачевствами. 55. Естественные телесные во сне движения без мечтаний соромных показывают, что душа некоторым образом здорова. В сплетении за таких мечтаний есть признак, что она больна. При этом знай, что воображение неопределенных лиц указывает на остатки давней страсти, а воображение лиц определенных указывает на новые уязвления сердца. Признаки бесстрастия будем определять днем посредством помыслов, а ночью посредством сновидений. Бесстрастие назовем здравием души, а ведение ее пищей, потому что оно одно обычно сочетывает нас со святыми силами, так как сочетание с бестелесными возможно только при подобном настроении с ними. Есть два мирных состояния души, одно и следствие оскудения и сушения неестественных соков, а другое бывает по случаю отступления демонов. Первому сопутствует смиренно мудрие с сокрушением сердца, слезы и безмерное желание божественного, а за вторым следует тщеславие с гордостью, которое обладевает монахом по удалении прочих бесов. Кто бледет пределы первого состояния, тот скорее распознает нападения и козни демонские. Демон тщеславия противоположен демону блуда. И чтобы они оба вместе напали на душу, есть дело несбыточное, ибо один из них обещает почести, а другой повергает в бесчестие. Почему, когда какой-нибудь из них, приближаясь, начнет беспокоить тебя, ты производи сам себе помыслы демона и ему противоположного. Если возможешь, как говорится, клин клином выбить, то знай, что ты близок к пределам бесстрастия, ибо ум твой оказался сильным человеческими помышлениями против прогнать внушения бесовские. Но, конечно, смиренно мудрим отогнать помысл тщеславия или целомудрием помысл блуда было бы признаком глубочайшего бесстрастия. Пробуй так поступать в отношении ко всем противоположным друг другу демонам. Вместе с тем узнаешь, какой и более исполнен ты страстью. Впрочем, всеми силами проси у Бога, чтобы научил тебя и помог тебе вторым способом прогонять врагов. Чем более преуспевает душа, тем сильнейше выступает на нее противоборцы. Не думай, чтобы при ней всегда пребывали одни и те же бесы. Наилучшим образом знают это те, которые остро-зорче наблюдают за нападающими искушениями, видя, что обычно им бесстрастие бывает колеблемо сильнее прежнего, новыми бесами, преемниками прежних. Совершенное бесстрастие является в душе о преодолении всех противящихся деятельной жизни демонов. Несовершенным же бесстрастие называется, когда душа по силе своей без уступок, однако ж, борется еще с нападающим на нее бесом. Не пройдет ум, не минует благополучно страстного того пути, мытар, и не ступит в область бесплотных, если не исправить своего внутреннего. Эта домашняя неурядица непременно поворотит его к тем, от которых она произошла. 62. И добродетели, и пороки делает ум слепым. При первых не видит он пороков, а при вторых добродетелей. Изречение святых старцев. 91. Необходимо расспрашивать и о путях, которыми право ходили прежние старцы, и себе по ним направляться. Можно найти много хорошо ими сказанного и сделанного. Так, некто из них говорит, что постоянное сухоедение с любовью скоро вводит монаха в тристань бесстрастия. Он же одного брата, которого ночью смущали мечты, избавил от них, дав ему заповедь ходить за больными с постом. Ибо сказал он на вопрос об этом, ничем так не угошается страсти, как милосердием. Праведному Антоний приступил один из тогдашних мудрецов и сказал, как сносишь ты, отче, такую жизнь, лишаемые утешения, какое доставляют книги. Тот отвечал, книга моя, господин философ, есть эта сотворенная природа, она всегда со мной, и когда хочу, могу читать в ней словеса Божии. спросил меня однажды избранный сосуд египетский старец Макарий, что за причина, что злопамятствуя на людей, мы расстраиваем памятовательную силу души, на бесов же злопамятствуя не терпим вреда. Когда я, затрудняясь ответом, просил его самого объяснить мне это, он сказал, та, что первое противно естеству раздражительной силы, а второе сообразно с ним. Пришел я однажды в самый сильный полуденный жар к святому отцу Макарию и крайне живом и жаждой попросил у него воды выпить. Но он сказал, удовольствуйся тенью, ибо многие путешествующие и плавающие в это время лишены ее. Потом, когда я завел по этому случаю речь о воздержании, он сказал, поверь, сын мой, что целых двадцать лет я не давал себе досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. Хлеб свой съедал я весом и воду пил нервы и прислонившись к стене урывал малую часть сна. Пришло одному монаху, пришла весть о смерти отца его. Но он сказал тому, кто извещал его об этом, перестань богохульствовать, ибо мой отец бессмертен. Попаладе это самому Евагрию. На Евагрии здесь приводят извещения прежних стартов, а не свои. Один брат спросил некогда старца, велит ли он ему, когда придет домой, есть вместе с матерью и сестрами. Тот сказал, с женщиной не ешь. Один брат имел только Евангелие, но потом и его продавший деньги отдал на пищу алчищем, и изрек при этом достопамятное слово. Я продал то самое слово, которое говорит мне, продай имение и раздай нищим. Близ Александрии на самой северной части залива, называемой Мариином, есть остров, на котором жил один монах, опытнейший в ведении духовных вещей. Он говорил, что все, что не делают монахи, делают по пяти причинам. Ради Бога, по требованию природы, по обычаю, по нужде и ради рукоделия. Он же говорил, что добродетель по существу одна, но видоизменяется в силах душевных, подобно тому, как свет солнечный не имеет фигуры, но обыкновенно принимает фигуру отверстие, через которое проходит. Другой опять монах сказал, я для того лишаю себя удовольствия, чтобы пресечь поводы к гневу, ибо знаю, что он всегда поднимает войну из-за удовольствия, возмущая ум и отгоняя ведение. Некто же из стартова говорил, что любовь не умеет беречь запасы хлеба или денег. Он же сказал еще, не знаю, что бесы обманули меня дважды в одном и том же деле. Сто Всех братья равно любить невозможно, но можно со всеми обращаться бесстрастно, будучи свободным от злом по мнению очищающих нас святых таинствами и молящихся о нас. Старцев же своих должны мы чтить, как ангелов. Но ныне будет тебе это только сказано мною возлюбленный брат Анатолий. Сколько нашли мы и собрали на ветвях зреющего благодати святого духа винограда нашего. Если же постоянно будем осеевать нас, будет солнце правды, и ягода вполне станет зрелою, тогда выпьем от него и вина веселящего сердца человека, молитвами и молениями праведного Григория, насадившего меня, и и силою возвращающего меня Христа Иисуса Господа нашего, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Третье. Евагрия монаха изображение монашеской жизни, в коем преподается, как должно подвязаться и безмолвствовать. У Иеремии сказано, и ты да не поймешь и себе жены на месте семь, как и сия глаголит Господь о сынах и церях рождающихся на месте семь, смерти болезненную погибнут. Слово сие на то же наводит, что и апостол говорит. Женатый человек заботится о мирском, как угодить жене, и замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Если поймем, что у пророка не о тех только сынах и дочерях, которые происходят от брачной жизни сказано, смертью болезненную погибнут, но о сынах и о дочерях, рождающихся в сердце, то есть плотских помыслах и пожеланиях, так как и они умирают в болезненном, немощном и расслабленном мудровании мира сего, а небесной вечной жизни не достигают. Неженатый говорит, заботится о Господнем, как угодить Господу, и творит всегда зеленеющие бессмертные плоды небесной жизни. Таков инок, и таким подобает быть иноку, то есть чтобы он, удаляясь от жены, не творил сынов и дочерей в сказанном месте, и не это только, но чтобы был и воином Христовым, невеществолюбивым, свободным от забот, чуждым помышлений и дел многометежного мира, как апостол говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить воеводе. В этом наиболее да пребывает инок. Оставишь все вещи мира этого и стремясь к прекрасным и добрым трофеям, победа знамением безмолвия. Как прекрасен и добр подвиг в безмолвии, как воистину прекрасен и добр, иго его благо и бремя легко, сладка жизнь, любезное деяние. Хочешь ли, возлюбленный, как следует восприять уединенническую жизнь и устремиться к трофеям безмолвия. Оставь там попечения мирские с их началами и властьми, то есть будь как невещественный, бесстрастен и чушь всякого похотения, что быв свободен от сопряженных с тем беспокойных случайностей, мог ты и добре безмолвствовать. Ибо если кто не исторнит себя из всего этого, то справить этого рода жизни, как следует, не сможет. Пищу назначь простую, удобоприобретаемую, не требующую многого себе забот, и не разнообразные, зергающие в развлечениях. Если придет тебе помысл о ценных яствах, будто страннолюбие ради, оставь его, немало ему не внимая. Ибо через это наветует тебе враг, наветует, чтобы отвратить тебя от безмолвия. Имеешь Господа Иисуса в лице Марфы укоряющего душу, пекущуюся об этом и говорящего, что о многом печешься и молвишь, едино есть на потребу. То, что слушать Слово Божие, прочее же после этого без труда найдется. Почему он тотчас и прибавляет, Мария же благую часть избрала, которая не отнимется от нее. Имеешь и пример вдовицы Сарепской, чем она угостеприимствовала пророка. Хотя бы ты имел только один хлеб и воду, можешь и с ними как следует совершить дело гостеприимства и удостоиться за то воздаяния. Но если бы ты этого не имел, прими странника только с добрым произволением. И слово благое ему скажи, и этим можешь равно стяжать в сду страннолюбие. Ибо сказано благо слово выше даяния. Так должен рассуждать ты о милостыне. Не пожелай иметь богатство для раздаяния бедным, ибо и это есть лесть лукавого, часто приходящего в видах тщеславия и ввергающий ум в дела многомятежные, многозделочные. Имеешь Евангелие от Господа Иисуса, получившие доброе свидетельство вдовицу, которая двумя лептами превзошла произволение и силу достоинства пожертвований богачей. Это избытка вложили в сокровищницу, а это все имение свое. Что же касается доодеяния, то не желай иметь лишних одежд. Промысли себе только такие, какие достаточно к удовлетворению этой потребности тела. Возверь на Господа печаль твою, и Он промыслит о тебе, ибо Он печется о нас, говорит Слово Божие. Если имеешь нужду в пище или одежде, не стыдись принять, если будут подавать тебе их другие, ибо это есть вид гордости. Если и сам будешь в них излишествовать, давай тому, у кого их нет. Бог хочет, чтобы чадо Его или рабы так вели свое домостроение или экономию. Почему апостол Пешак Коринфянам говорит о терпящих оскудениях в потребном. Ваше избыточество для их лишения, да и их избыток будет при вашем недостатке, чтобы было равенство, как написано, кто много не преумножил есть, и кто мало не умолил. И так, имея потребное настоящее время, не забудьте о том на будущее время, на день, например, или на неделю, или на месяц, или на год. Когда настанет завтрашний день, время, то самое доставит тебе потребность, и ты ищешь более царствия небесного и правды Божией. Ибо Господь говорит ищите царствие Божие и правды Его, и все приложится вам. 5. Не принимай отрока, чтобы враг не воздвиг из-за него какого-либо соблазна, и твоей головы не стревожил заботиться о ценных яствах, ибо тогда не можешь уже ты заботиться об одном себе. Пусть придет этот помысл отрока иметь для успокоения телесного, будто необходимого, но ты взыси лучшего, то есть покоя духовного, ибо духовный покой все, конечно, лучше телесного. Пусть помысл приложит внушение, что так сделать надо ради пользы отрока, не верь ему, ибо это не наше дело живущих в киновии, а в одной своей пике используй, соблюдая как следует чин безмолвнической жизни. Не люби жить с людьми вещелюбивыми и хлопотливыми, или один живи, или с братьями невещелюбивыми и единомысленными тебе. Живущий с людьми вещелюбивыми и хлопотливыми, конечно, и сам приобщится к их хлопотливости, и начнет работать человеческим обычаем, пустым речам и всем другим злым делам, гневу, печали, неистовому вещелюбию, страху, смутам. Не позволяй себе развлекаться родительскими заботами и родственными дружбами. Откажись от частых с ними свиданий, чтобы они не похитили твоего келейного безмолвия и не вергли тебя в обычные им хлопоты. «Остави, говорит Господь мертвых, погребать своих мертвецов, ты же гряди за мною. Если даже келья, в которой живешь, будет многомолвно, беги и не посиди ее, чтобы не расстроиться по любви к ней. Так все делай, все твори, чтобы убезмолвиться, упраздняясь от всего, и об одном стараться, как бы прибыть в воле Божией и успешно бороться с невидимыми силами. Если невозможно тебе как следует безмолвствовать в своей стране, решись убезмолвиться на чужой и на это обрати весь свой помысл. Будь как искусный купец все испытывая для устроения себе настоящего безмолвия и соглашаясь на все для того необходимое и полезное. Впрочем, говорю тебе, возлюби странничество, ибо оно избавляет от неудобств, какие неизбежны в своей стране. И одно дает вкусить все благо безмолвной жизни. Избегай бывания в городе и терпеливо сиди в пустыне. Все, говорит святой Давид, удалился бега и водворился в пустыне, если можно и совсем не ходи в город, ибо не увидишь и там ничего благопотребного, ничего полезного, ничего успособляющего тебе избранный тобой образ подвижнической жизни. Видел, говорит, опять тот же святый, беззаконие и пререкания в ограде. Ищи же уединенных и неразвлекающих мест, и не бойся поселиться в них. Если увидишь там и бесовские привидения, не пугайся и не убегай с этого спасительного для нас поприще. Потерпи, не страшась, и узрешь величие Божие, заступление, покров и всякое другое удостоверение о спасении. Чаял, говорит, блаженный тот муж Бога спасающего меня от малодуши и от бури. Да не победит твоего произволения жить безмолвно, а желание походить для развлечения, ибо такое блуждание с похотью применяет ум не злобив. Много от этого бывает искушений. Бойся падений и тверже сиди в келье своей. Если имеешь друзей, избегай частых с ними свиданий. Видать все с ними через долгие промежутки будет полезнее для тебя и для них. Если же почувствуешь, что тебе от них бывает какой-либо вред, совсем не приближайся к ним. Друзей надлежит тебе иметь таких, которые были бы полезны тебе и пособствовали твоему житию. Избегай встреч с людьми лукавыми и немирными, и ни с кем из таких не живи вместе. Добрых предложений их отрицайся, ибо они не Богу служат и не ради Его живут. Да будут друзьями твоими мужи миролюбивые, братья духовные, отцы святые, ибо таковых назвал так Господь, говоря, мать моя и братья мои отцы судь те, которые творят волю Отца моего небесного. Не водись хлопотливыми и суетливыми, не ходи к ним на трапезу, чтобы они не увыкли тебя в свои прелести и не отвели от науки искусства безмолвнической жизни, ибо есть у них такая страсть увлекать. Не преклоняй ухо твоего кричам их, и не принимай замыслов сердца их, ибо они поистине вредны. К верным земли пусть лежит душа твоя, и соревнованием плачу их, да болит сердце твое, по примеру Давида, который говорит, отче мои на верных земли, посаждать их со мною. Если кто из шествующих путем людей Божьей пришедший к тебе позовет тебя, вкусить хлеба, соли, и ты захочешь пойти, пойди, но скорее возвращайся в келью свою. Если можно, никогда не ночуй вне кельи своей, что всегда с тобой пребывала благодать безмолвия, и ты беспрепятственно совершал установленное тобой келейное служение. Не поблажай похоти добрых яств, и не увлекайся приманкой удовольствий роскоши, ибо питающаяся пространно умерла заживо, говорит апостол. Не насыщай чрево своего чужими яствами, чтобы не пристраститься к ним, и не сделать привычки почасту трапезовать на стороне, ибо сказано не прельщайся насыщением чрева. Притча 24 15 Если увидишь, что тебя часто зовут из кельи, отказывайся, ибо часто бывать вне кельи вредно, это отъемлит благодать, помрачает мысли, и снивает теплое желание безмолвного с Богом пребывания. Посмотри на вино, как оно, если долго очень стоит неподвижно на одном месте, хорошо отстаивается, делается светлым и благоуханным, а если его переносит с места на место, то оно бывает мутно, мрачное, на вкус неприятно по причине поднявшихся осадков и дрожжей. Приравнивая себя к нему, пытаясь уподобиться ему, каково оно бывает в первом случае, пресеки сношение с многими, чтобы ум твой не был рассеян помыслами и не возмущался чин и будь за ним, если можно, день и ночь, чтобы не только самому никого не тяготить с собой, но иметь возможность подавать другим, как и заповедует святой апостол Павел. Этим будешь побеждать ты и беса уныния и отрывать все другие вражеские походствования, ибо дух уныния выше нападает на праздного, о котором говорит премудрый, что он в похотях есть, отдая не и приятене избежишь греха, потому продаешь ли что, или покупаешь, понеси небольшой убыток сравнительно с настоящей ценою, чтобы добиваясь настоящей цены не увлечься приемом и корыстолюбцев и не впасть в пагубные для души дела, любопрения, клятва преступления, измену словам и тем не обесчестить и не посрамнить достаточного достоинства нашего звания. Помышляя об этом, держи себя осторожнее в даянии и приятии в своем, если же хотел бы ты избрать лучшее, и это для тебя возможно, передай другому кому, человеку верному, заботу о себе, чтобы, сделавшись таким образом благодушным, свободным от томящих забот, мирным в себе, пожил ты затем благими и радостными преисполняясь надеждами. Таким благопотребным делам обязывает тебя чин безмолвия. Предложу тебе теперь и опрочем, что еще в нем необходимо бывает содержать. Ты же слушай меня и делом совершай, что тебе заповедую. Спасибо.